Количество граждан, доходы которых сегодня ниже прожиточного минимума с каждым годом, должно становиться все меньше. При этом средняя заработная плата в Неницком округе к 2024 может достичь отметки в 120 тысяч рублей. Такие данные озвучила руководитель Департамента финансов и экономики Татьяна Лагвиненко. Накануне она представила общественности проект бюджета региона на ближайшие три года. Его обсудили на публичных слушаниях. Процедура традиционная – высказать свою точку зрения и внести возможные корректировки в главный финансовый документ в праве любой местный житель. О том, какие поступили предложения и почему доходы субъекта будут падать, узнаете из следующего материала. Обсуждение регионального бюджета с общественностью – крайне важная процедура. Простых граждан знакомят с параметрами казны на ближайшие три года, а не через СМИ или интернет, лично. Для жителей это еще и прекрасная возможность внести в проект свои предложения. В начале публичных слушаний традиционный доклад о доходах и расходах окружного бюджета. Вот исходные данные. Средняя цена нефти – 60 долларов за баррель. Таким образом, ожидается, что в следующем году в казну субъекта поступит порядка 18 миллиардов рублей. Расходов на полтора миллиарда больше. Профицит примерно столько же. На 2020 год доходы 17 миллиардов 112 миллионов рублей, расходы 18 миллиардов 666 миллионов рублей, дефицит 1 миллиард 553 миллиона рублей. На 2020 год доходы 15 миллиардов 420 миллионов рублей, расходы 17 миллиардов 576 миллионов рублей, дефицит 2 миллиарда 155 миллионов рублей. Практически предельный дефицит. Основная задача региональных властей на ближайшие годы – диверсифицировать экономику. То есть округу необходимо уменьшить зависимость от нефтяной отрасли. Практически все средства, поступающие в бюджет – деньги недропользователей. Впрочем, как уйти от черного золота, пока не ясно. Зато есть четкое понимание в другом. Количество граждан, доходы которых сегодня ниже прожиточного минимума, остается на высоком уровне. Постепенно, по словам главного финансиста региона, данный показатель будет снижаться. В 2017 году данный показатель составил 11,4% от общей численности населения. Это очень серьезная цифра. Каждый десятый житель получает доход ниже прожиточного минимума. Задача органов власти – снизить эту цифру как минимум вдвое до 5,7% к 2024 году. В том числе с помощью государственной программы «Социальная поддержка граждан», в рамках которой оказывается адресная поддержка социально незащищенным слоям населения. Бюджет региона, как и прежде, останется социально направленным. Львинную долю средств направят на образование, здравоохранение и различные льготы отдельным категориям граждан. Народные избранники тем временем интересуются, почему доходы бюджета с каждым годом будут неуклонно уменьшаться. Такие сценарные условия. Вы видите, что у нас в основном из-за харьяги, и мы другие сделать не можем, потому что пока еще не говорим, что у нас заканчивается соглашение договор с Архангельской областью, когда если бюджетный прогноз посмотреть, там у нас вообще серьезное падение идет. Если не будет перезаключено это соглашение, работа эта будет проведена, я думаю. Но в целом у нас, конечно, ценарные условия такие. Но мы считаем, что, как всегда и как и в прошлом году, на плановый период Минэкономразвитие занижает индикаторы. И цены на нефть, допустим, и курсы доллара. Поэтому не есть хорошо, согласна с вами. Спасибо. Надеемся на лучшее, но готовимся к худшему, да? Руководитель Департамента финансов и экономики напомнил, не стоит забывать и о поддержке со стороны правительства. Из федеральной казны ежегодно выделяются средства на развитие регионов. Ненецкий округ не исключение. Следующий вопрос собрания депутатов поступил от жительницы Наринмара. Ее предложение касается приобретения и установки за счет средств окружного бюджета индивидуальных приборов учета потребляемого природного газа отдельными категориями граждан. Инвалидом, а именно инвалидом, являющимся неработающими пенсионерами по старости и проживающим на территории округа. Ответ поступил от руководителя Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения. Сергей Свиридов заявил, на сегодняшний день приобретение газовых счетчиков возложено на собственников помещения. Если квартира муниципальная, прибор покупает администрация. Если же квартира приватизирована, расходы несет непосредственно человек. Мы считаем, что на сегодняшний день предусматривать меру социальной поддержки в этом направлении нет необходимости, потому что данный вопрос решаем в рамках сегодняшнего действующего законодательства. В рамках государственной социальной помощи малообеспеченные граждане могут обратиться за данную помощь в отделение социальной защиты населения, получить ее и решить вопрос по существу. То есть мы считаем, что нет необходимости менять законодательство. Государственную социальную помощь граждане сегодня активно получают и могут обратиться за ней и поучить, и решить вопрос по существу. Следующие вопросы касались сферы образования. Член общественной палаты Ниницкого округа Татьяна Антипина предложила отменить платное питание в школах, а также платное доп. образование. Самое главное, у нас же все равно 40% идет бесплатно. И если... А как можно минимизировать отходы от питания, если мы сделаем полностью бесплатно, как просчитывать? Это и есть плюс минимизации отходов, а второй плюс – это то, что родители берут на себя всюную какую-то ответственность по питанию детей. Разве нет? Лишить ответственности родителей за детей? Вот. То есть, я правильно поняла, этот вопрос даже не рассматривается по внесению в бюджет, правильно? Татьяна Яковлевна, если я правильно помню, вопрос рассматривается. Более того, я сам им интересовался, у нас количество субсидируемого питания школьников, по-моему, до 70 или 80% заходов. 40% – это полностью бесплатно. 40% – это полностью бесплатно. И еще 37% – на софинансирование. Стоимость одного приема пищи школьникам в день в городе, по-моему, 97 рублей, а на селе – 107 рублей. Ну, это, мне кажется, не очень большая сумма. И не является проблемой. То есть, ну, округ очень хорошо все это софинансирует. И это то, что декларируется, именно адресная помощь, адресные субсидии. Не нашла поддержки инициативы по возврату бесплатных секций и кружков. По мнению руководства профильного ведомства, говорить об отмене платного доп. образования пока рано. В завершении публичных слушаний заместитель председателя собрания депутатов зачитал полный список предложений, которые поступили в адрес парламентариев. Все они будут учтены и направлены в адрес губернатора. В последующем их опубликуют в региональных СМИ. Олег Итанзийский, Леонид Шишелов, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.